Я заехал в секретное место Здесь были заседания Самая секретная комната этого бункера Понравилась экскурсия? Ооо, благодарю Вот обгонять или не обгонять сейчас? Обгонять или не обгонять? Дорогие мои, всем мальчиком в прошлой серии мы с вами посетили атмосферное место Очень красивое место под названием Лилитно Посетили заброшенки, нашли слиток золота Возможно кто-то из вас первый раз побывает в этом бункере Как и мы с вами, потому что это супер-присупер секретный бункер Друзья, не забывайте ставить лайки Делитесь видео, пишите больше ваших комментариев Я их читаю Это обратная связь для меня И подписывайтесь на канал, кто не подписан Наша цель миллион, всем приятного просмотра Тут такое довольно горное место Если это можно назвать горное Вообще местность Для Латвы это горная местность Ого, какие сетки Слушайте, а я бы сам не отказался тут полазить Но мы с вами выбираем секретный бункер А не сетки Ладно, мы поехали В бункер, а вы прыгаете тут Зайцы Давайте Поехали в бункер Я вам ничего сейчас не буду рассказывать про этот секретный бункер Но он действительно настолько секретен И рассекретили его совсем недавно У нас всего трое, кто поехал в бункер Я, Анисия и Виталя Я знаю, куда нужно ехать Потому что я знаю все секретные места Куда можно и нужно ездить Я ваш TripAdvisor Мотухантер Тенчик, Хантерюга Назвайте меня как хотите Природа здесь живописная Шикарная, красивая Воздух свежий Класс Обратите внимание на эти деревянные дома Срубы Они сделали очень давно Мы с вами выезжаем из Лигатны Секретный бункер находится в Яун Лигатны Это совсем близко Здесь, наверное, вам видно, да? Как высокой лес получается Обалдение просто Солнца только не хватает Чтоб так шикарно все это выглядело Тут нужно опасаться зверей Здесь их очень много Косули, кабанчики Зайчики Запоминайте дорогу Здесь вот сразу налево нужно поворачивать Указатель Советский секретный бункер Друзья, этот выпуск сделан при поддержке Моих надежных и, как я вам обещал Проверенных партнеров из компании BadBomb У этих ребят лучшее мобильное приложение По версии Sport и России Регистрация у тебя займет всего лишь 15 секунд Друзья, что важно Если вы вводите промокод МОТО Мало того, что вы поддерживаете меня За что вам реально огромное спасибо Вы можете получить еще до 2000 фрибетов с первого депозита На период чемпионата по футболу У ребят из BadBomb отличная акция Если по ходу одного из матчей чемпионата Европы Команда, на чью победу вы поставили По ходу игры вела два мяча То ставка автоматически рассчитывается как выигрышную Экспресс дня Каждый день они собирают для тебя 5 новых экспрессов И умножают их итоговый коэффициент на 1,25 Вы наверное все сегодня будете у телевизоров Сегодня Россия против Финляндии Используйте мою ссылку в закрепленном комментарии Забирайте свои бонусы Желаю вам удачи и спасибо за поддержку Сейчас посмотрите справа Как люди живут вдалеке от Риги Получается где-то 150 километров Если я ошибаюсь Поправляйте меня смело в комментариях Местный магазинчик Такие вот маленькие дома И здесь была секретная база Здесь вот въезд Этот бункер был засекречен под санаторий База отдыха санаторий Понимаете, да? А под землей секретный бункер Который мы с вами сейчас и отправимся Я заехал в секретное место Мы же в секретный бункер приехали Я в таком легком шоке Оказывается в Латвии около тысячи таких бункеров На строительство этого бункера потратили 4 миллиарда Учитывая то, что солдаты работали бесплатно Только я не понял, миллиарды рублей или евро? Как вы поняли, это реально действующий санаторий Где отдыхали высокие чины Сейчас, конечно же, это просто санаторий Бункер планировалось использовать в экстренных ситуациях Или во время войны для высоких чинов В нем должно было поместиться около 250 человек Кто же конкретно там должен был поместиться? Правительство Это те 250 человек, которые заправляли в те времена властью Что важно? Только мужчины без семей Не для того, чтобы сохранить жизнь кому-то А для того, чтобы держать власть Без обслуживания персонала Вот эта баскетбольная площадка Это не баскетбольная площадка Это, ребят, вертолетная площадка Тут все по-советски еще Даже атмосфера такая А воздух даже такой Знаете? Интересный Я загружаю сториз Можете, кстати, подписаться на Анисю Я ее в инстаграме оставлю в описании Кому интересна она вообще Можете общаться Твой телефон? Просрал телефон? Понятно Вот это вход Мы идем куда-то вглубь сейчас в бункер Здесь уже становится очень холодно Спускаемся в бункер Вот это вот входная дверь Такая мощь 2000 квадратных метров Были эксклюзивные номера Нам их покажут Так, друзья, это комната первого секретаря Это люкс номер, считается Секретарь Телефон с Москвой Алло, Москва Все в порядке у нас Обои Посмотрите Это его спальня Здесь приемная Алло, Москва Слушаю У меня дома такой телефон был Вот это простая комната Для четверых Кровати не привезли Ну вообще тут 4 человека Вот должно было жить По идее Эй, пошли дальше быстрее Большой телефон Связь с Кремлем Везде лозунги Без связи нет управления Без управления нет победы Самый надежный телефон Так, связь сейчас будет Ну а здесь дежурный сидел И сейчас сразу связь с Кремлем напрямую Здесь были заседания Офигенная комната Пошли дальше Здесь шумка, вообще эхо нету Обалдеть Не слышно ничего эхо Здесь воздух И вода Да, значит Заграждает воздух А в поленное время Конечно Самая секретная комната этого бункера Здесь работала КГБ Прямая связь с Москвой Мне очень интересно Экскурсия Вообще огонь просто Комната для зараженных Дезактивация химическая Здесь душ Правда, не знаю Пустили бы их А вот это главные кабеля бункера Секретный коридор Заземление Там электростанция А здесь комната генераторов Вот мое самое любимое помещение Столовое Сейчас будем пельмени кушать Сейчас заценим пельмени Пельмешки неплохие Вкусные Приятного аппетита вам всем Водки нам не дали Самовар есть Здесь у нас комната С противогазами Противогазы Конечно, они же произведены Не в Китае А в Советском Союзе Очень классная экскурсия Мне понравилась Правда, мало пельмешек было Тебе понравилась экскурсия? Да, очень классная Я вам показал всего лишь маленькую Часть всего этого Давай я вытолкну моцик Малые перепугаются Сейчас тут все Поход Классно Отцы с детьми Вот у нас тоже с Анисией Туристический поход на мотоцикле Класс Спортсменчики видны сразу Сильно не шумим же Здесь же люди отдыхают В санаторий как-никак Ну а вам понравилось с нами? В камеру не попало там Я время от времени стараюсь проверять Чтобы камера была чистая Бывало, что вы с мушками видосы смотрели Мне, конечно, обильно А что, выкидывать буду материал О-о-о Вот это дядя в коматозе Вот это ему делать нечего Скорее всего здесь Красота какая Спускаемся Сказка В каждой стране есть места Которые можно посетить И очень красиво, атмосферно У нас страна маленькая, зеленая Мест много, вот в связи с этим карантином Мы сейчас больше путешествуем по своей стране Ну и по Балтии в целом Насчет Одессы я еще не знаю Если отметят вот этот карантин 14 дней Когда ты прилетаешь Из любой страны В списке карантинных Ты должен сидеть 14 дней дома Если отметят, тогда я с удовольствием поеду В сентябре на закрытие мотосезона Если не отметят, даже не знаю Да я даже не знаю, когда это видео выйдет Сейчас нас встретит Гоша Мы поедем на какую-то заброшенную фабрику Я поехал разворачиваться и не удержался Я увидел вот этот древний деревянный дом 1818 года Решил его вам показать Посмотрите, насколько он чудесный и интересный И здесь сейчас живут люди Памятник культуры Правда, странно, почему на нем нету знака памятника культуры Такие дома нужно хранить Я уже вижу эту фабрику Она великолепна Шикарно, просто шикарно Туда можно заходить? Серьезно? Ну класс, посмотрели фабрику Исторический центр поселка бумажной фабрики В Лигатне является культурным памятником государственного назначения в Латвии И уникальным городским ассамблее общеевропейского масштаба Которая отражает стиль деревянной, архитектуры и индустриального строительства конца 19 века Ну ай, блин Нормальный эффект Ты еще это на меня башкой так не огибайся, ты меня нагибаешь так, блин Вот так? Да, ты мне в шлем, типа Я такую снимать не снимаю, трудно тогда Ты едешь мне так? Ладно, не гони, сиди тихо Нельзя, запрещено, все Никто не может зайти А мы с вами полюбовались Этими красотами фабрики Бумажной фабрики И сейчас поедем на какие-то тропы Там нагуляем аппетит И скоро на день рождения кушать Кушать, кушать вкусняшки Вот так клево я провожу день с своими друзьями, товарищами, мотоциклистами Шикарный день, просто шикарный Я аж ехал сюда, у меня мурашки по коже были Насколько я люблю мотоцикл и вот эти все путешествия Нужны только бабки, бабки, бабки Время, время, время Тогда можно все Деньги это возможности Нет денег, нет возможности No money, no funny Благодарю Скидываю Солнце светит, он меня не видит Я его вижу И я очень хочу кушать Спасибо Не устаю хвалить наших водителей Есть, конечно, дебилоиды, но их очень мало Дебилоиды везде Есть и всегда будут Я тоже иногда дебилоид Такие вещи вытворяю Что потом думаю Ой, что ты, Денчик, надел Зачем ты так делаешь вообще? Знаете, насколько хорошо, что она мелкая Такая легкая Я ее не чувствую, в принципе, когда я управляю спортбайком А если вы посадите девушку где-то 60-80 килограмм Это уже много, да? Тогда вы почувствуете Априори спортбайк для спорта Для трека Для наваливания между ряди На заднем катать голых девочек Показывать жопки Блин, что я так все время кушать хочу? Еще я такой подумал о том Может сделать как-нибудь влог И вставить все, что я записываю Просто все, что я говорю Это, наверное, получилось бы На какой час, что ли? Два часа Представь себе Получается всего лишь 15 Ну ладно, я забрался 15 минут Раньше для меня был стандарт влога Сейчас 25, наверное, 30, да? Просто влог там 15 Как он сразу придумал так Поеду-ка я налево А вот если бы ты чуть-чуть подвинулся правее Вот, я бы проехал спокойно Спасибо, дружок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok мне кажется шашлычок как выдумывается вот обгонять или не обгонять сейчас обгонять или не обгонять сейчас обгонять или не обгонять увидели собаку? я ее уже издалека увидел мне показалось, что она не привязана еще одна собака я как вижу собак, я сразу скидываю скорость максимально после того раза как я разбил свой СБР-954 и сам к счастью вообще ничего не поранил ну что, кто досмотрел до конца этот видос про секретный бункер я хочу больше путешествий нам есть что показать в Латвии еще не забывайте о наших любимых чипсах Демас Пита Чипс из арабского хлеба не во фритюре продаются в магазинах Рима их инстаграм будет в описании все, всем спасибо до новых встреч пока пока